Очень правдивые и правильные слова о том, что когда заканчивается одна война, начинается война другая. Когда заканчивается война, которую ввели методом оружия, начинается экономическая война. И очень часто эта война связана с значительно большими потерями, чем те потери, которые несутся в боевых действиях. На данном этапе Донбасс попал в очень серьезную ситуацию, именно экономическую ситуацию. Война, которую развязали сианисты Запада, принесла пролетарскому Донбассу очень большие экономические потери, которые могут заставить Донбасс, как хотя этого сианисты западные, стать на колени. Мы просто-напросто многие забыли о том, что существует две формы. Одна форма творчества и созидания, другая, как бы это проще сказать, потребительская и разрушительная. Это та форма, которую представляет, как раньше бы сказали, прогнивший западный мир. И все дело в том, что именно капиталистический сианизм, так его можно назвать, он вообще-то неспособный. И вот, когда мы прослеживаем, кто же в Киеве и на Украине пришел к власти, то мы в этом убеждаемся все больше и больше. К власти пришли в основном-то гомосексуалисты. И насколько мы знаем, что гомосексуализм – это признак деградации не только личности, а и общества в целом. 8% населения так называемой Украины проголосовало за некую партию Ляшка. Это очень большой процент. 8% – это очень много. Такое общество вообще не способно ни к чему. И поэтому возникают очень серьезные вопросы о вообще способности данной формации каким-либо действием. Эта формация, она должна уничтожить сама себя. Но почему все это происходит в обществе? Довольно-таки интересный вопрос. Почему к власти приходят те люди, которые, казалось бы, вообще не представляют из себя ничего действительно человеческого? Садисты, негодяи, проще говоря, подонки всех мастей, торгаши. Почему общество, которое создало великую культуру, позволяет это допускать над собой? На этот вопрос очень сложно ответить. Вероятнее всего, что это заложено в самом развитии вида, который обречен на вымирание. И когда мы приходим к пониманию самой религии, которая была создана в свое время евреями, мы понимаем абсурдность всех их действий. Интересно вообще-то. С самого понятия еврея, чего оно происходит? Долгое время это оставалось загадкой. Позднее, как говорится, получило небольшую огласку в некоторых руках от имени Ева. Это первоженщина. Это та, которая породила Авеля и Каина. Каин убил Авеля. Вполне возможно. Да, вполне возможно. Потому что это вошло в ранг религии. И уже сама религия попустительствует данным действием. Хороша она эта религия или плоха? Судит нам. Но спросится и с нас за допущенные ошибки. Мало кто знает, что вот вся территория от Тихого до Атлантического океана называлась Азией. Если мы вспомним славянский язык, то буква АС – это первая буква славянского языка. И Я – последняя. Азия. И на определенном этапе развития общества Некая часть Азии была предоставлена вот этим вот людям. Вполне возможно, это было переселение из иных миров даже. Вполне возможно и это. И тогда получилось, что они начали охватывать, разрастаться за счет религии и также веры на очень большие пространства, которые начала охватывать война, бедствия и так далее и тому подобное. И вот для того, чтобы общество не погрузилось в пучину, вот как раз очень хорошо о пучине, опять же, в Писании сказано, что если вы увидите, что мир постели, пожары, наводнения, бедствия, то знайте, скоро близится конец света. Но насколько мы знаем, что когда давние-давние времена Господь пришел на эту землю, чтобы наказать жителей за свои неправедные действия, и он решил наслать потоп, недолгое время искал и нашел человека, который соответствовал праведным действиям. Он ему сказал, «Ты вот готов то-то и то-то, ковчег, и по своему пониманию возьми себе, кого ты посчитаешь необходимым». По паре, каждой твари. Ну, тот сказал, «Да, я понял, Господи, я постараюсь все это сделать, но как, каким срокам нужно вот это вот создать?» Господь сказал, «А вот ты знаешь, когда ты закончишь, так я и начну». Вполне возможно, что Донбасс в будущем и станет вот этим вот ковчером, на котором будет создана новая культура, новая цивилизация. Но насколько мы понимаем, для того, чтобы создать культуру, то есть на земле, что-то вы хотите посеять, какую-то культуру, надо очистить эту землю, подготовить ее, удобрить, и потом уже зерна выращивать, ухаживать за ними. Вполне возможно. Да, вполне возможно это. Будем надеяться на такой исход событий и переговоров. Мне вот часто говорят знакомые, ну, так сказать, почитатели таланта, что, мол, «Вот ты пишешь стихи там разные, какие-то корявые, какие-то грустные, ну, что-нибудь бы, так сказать, нормальное написал бы». Ну, я думал, басню он прочту. Басня о кролике называется. «Кролик просится в Европу, так еще спинком под жопу. Успокойся, неудачник, ты получишь свой подсрачник. Не волнуйся, гражданин, может, даже не один. Ты в Европу-то ходи, да с собой прихвати, негодяев, вомиков, ну и прочих комиков потешают пусть Европу там, показывая жопу. Ты уж постарайся, стерва, не за гривны, а за евро. Отработайте, кретины, борг для нынки Украины. Мораль. И ни к чему вам тут вещать об общей европейской даче, умом Россию не понять, а жопой не понять, тем паче. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ